Потребительские цены в Украине замерли. Потребительские цены в Украине после снижения на 0,7% в июле-августе остались неизменными. С начала года их рост составил 3,6%. Потребительские цены в августе 2018 года в сравнении с предыдущим месяцем не изменились. В то же время с начала года они выросли на 3,6%. Об этом в понедельник, 10 сентября, сообщает Государственная служба статистики. Базовая инфляция в прошлом месяце в сравнении с июлем составила 0,1%, с начала года – 3,5%. При этом в сравнении с августом прошлого года инфляция выросла на 9%. На потребительском рынке в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,6%. Больше всего – на 10,5% и 6,2% – подешевели овощи и фрукты. На 0,4-0,2% снизились цены на рыбу и продукты из рыбы – сало, масло. В то же время на 6,0% подорожали яйца. На 1,1-0,3% – продукты переработки зерновых, мясо и мясопродукты, хлеб, кисломолочная продукция, макаронные изделия, безалкогольные напитки. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,9%, в том числе табачные изделия – на 1,3%, алкогольные напитки – на 0,3%. Одежда и обувь подешевели на 2,6% в сравнении с июлем и на 5,6% с начала этого года. Рост тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,5% в сравнении с июлем произошло главным образом за счет повышения платы за аренду жилья на 1,7%, тарифов на канализацию – на 1,2%, содержание домов и придомовых территорий – на 0,9%, водоснабжение – на 0,8%, повышение цен на транспорт в целом на 1,5% в основном вызвано подорожанием проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 3,4%, автомобилей – на 1,6%, топлива и масел – на 1,1%. Ранее, 5 сентября, Кабинет министров повысил минимальные оптово-отпускные и розничные цены на водку и ликероводочные изделия на 12,4% – 19,6%. Соответствующее решение вступает в силу через 10 дней после его опубликования. Также сообщалось, что украинский бутерброд с салом за последний год подорожал на 42%. Новости от Корреспондент.нет в Телеграм. Подписывайтесь на наш канал и чтите пиастими Корреспондент.нет. По материалам сайта Ньюсгроком.